В Самаре Митю с Лёшкой встретили Митины родители. Вместе они прошли вокзальную площадь, и Лёшку поразило огромное здание, которое он увидел в стороне. Это было управление Самаро-Златоустовской железной дороги. Это Георгий Холмский и его повесть «Лёшка», увидевшая свет в Самаре в 1930 году. А мы возвращаемся на 90 лет назад. Мы дети крестьян и рабочих. Мы дети стального труда. Не кровь в наших жилах колокочет. Колокочет и льётся руда. Героя нашего сегодняшнего рассказа звали Георгий Константинович Холмский. В 1930 году в Самаре увидела свет его небольшая книжечка для детей «Лёшка». А сам Холмский в это время жил в Москве и был режиссёром и директором театра «Сатиры». Снимался в кино и писал сценарии для немых фильмов. Вот о нём и о его книжке мы сегодня и поговорим. И перенесёмся для этого в самый конец 20-х и начало 1930-х годов. Не успел Лёшка осмотреться, как из-за угла со звоном, гремя колёсами, выскочил трамвай. Лёшка испуганно отскочил в сторону, несмотря на то, что уже слышал о трамвае от взрослых. Видел его на картинке и читал в книжках. Митя и его родители только посмеялись над Лёшкиной растерянностью. В город ехали этим же трамваем. Лёшка, желая показать, что он ничуть не испугался, первый влез в вагон и расположился в нём с видом пассажира, которому все эти трамваи уже давным-давно надоели. Улицы, каменные дома, движения на базарных площадях, церкви и соборы, в основном с отбитыми куполами и без крестов, всё это так интересовало Лёшку, что он прилип к окну, не обращая внимания на то, что делалось и о чём говорилось в вагоне. А в одном месте, на улице, он услышал громкий, язычный голос человека. Но откуда он говорил, видно не было. Лёшка с удивлением стал вертеть головой в поисках говорящего. «Эх ты, темнота!» – обратился к ему Митя. «Это радио!» Он был очень доволен тем, что хорошо знает город, в отличие от своего приятеля. На одной из улиц мостовая была совсем изрыта. А у больших железных чанов, поставленных посреди улицы, копошились рабочие. Рабочие перемешивали с железными ломами то, что варилось в этих гигантских котлах, из которых валил густой удушливый дым, и такой неприятный запах, что хотелось скорее обойти это место. Тут же рядом валялись громадные куски не то камня, не то земли, пропитанные чёрной застывшей смолой с жирным блеском. Один из рабочих бросил такой большой кусок в чан, из которого пошёл очень резкий запах, а дым повалил ещё гуще и удушливее. «Неужто кашу варят?» «Ой, как много!» – высказал вслух свои мысли Лёшка. «Должно быть невкусное, раз так воняет!» «Какая же это каша!» – рассмеялся Митя. «Это асфальт для мостовых и тротуаров». Пароход, который назывался «Инженер Куреево», шёл вверх, к Ульяновску. Вся детвора высыпала на палубу. Здесь мелькали стрижные затылки, русые тёмные головы, гладкопричёсанные и вихрастые. Тёплый, ласкающий ветер шевелил кончики пионерских галстуков и листья деревьев Струковского сада. Детские голоса звенели в воздухе, как щебетания птичьих стай. Говорили все одновременно, шумно, наперебой, прощаясь с берегом. А впереди разворачивалась красавица Волга, которая так и манила воображение плывущих по ней ребят. Настроение у всех было приподнятое, и звонкие ребячьи голоса разносились далеко по воде. Вдали синели в дымке от роги жигулей. Сперва на склонах ещё виднелись башни, церквей и другие каменные постройки. Но потом их сменили ветхие домики и гружённые дровами баржи. Одна из таких барж стояла порожня, хитро спрятав дыры и заштопанные места под чёрным слоем смолы. На борту этой баржи копошились ребята. С отчаянным визгом они бросались в воду и медленно поднимались назад на борт. Кое-где лениво проплывали весельные лодки. Всё это было возле одного берега, Самарского, а другой был пока что молчалив и однообразен, как пустыня. Но вот вдали всё отчётливее и отчётливее стали различаться синие горы. И, наконец, взгляду плывущих открылись жигулёвские ворота. Покинем на несколько минут пространство повести Георгия Холмского-Лёшка и посмотрим на волжские кадры запечатлённые для нас оператором кинофильма «Волга-Волга» Владимира Нильсона. Фильм снимался в те же 30-е годы, а его премьера состоялась в апреле 1938-го. Это вот по этой «Волге» шёл пароход инженер Куреева, на палубе которого мелькали стрижные затылки, русые тёмные головы, гладкопричесанные и вихрастые. Все радовались хорошему солнечному дню и широким водам красавицы «Волги». А впереди раскинулась река, окаймлённая дымчатыми отрогами «Жигулей». По мере приближения к «Жигулёвским воротам» очертания берегов начали меняться. Вместо двух плоскогорий, какими берега оказались издали, перед путниками потянулась цепь изрезанных вершин. При заходящем солнце на изумрудном небе стали появляться облака самой причудливой формы, которые отливали пурпуром. Волга теперь блестела, кажется, всеми цветами радуги, а вершины жигулёвских гор казались шапками из чёрного бархта, которые стояли над ней молчаливым хороводом. Дети столпились на палубе вокруг «Вожатого», слова которого в этой обстановке при заходящем солнце звучали как старинная легенда. «Вожатый» рассказывал, как образовалась Самарская лука и как Волга, испугавшись каменных препятствий, круто повернула в сторону, а потом вернулась к своему обычному руслу. Ещё «Вожатый» рассказывал о богатейших запасах известняка, из которого делают фундаменты зданий и силикатный кирпич. Он рассказывал о залежах серы, о серной горе и о тайнах царёва кургана. Ну вот, на палубе стало очень холодно, подул пронизывающий ветер, а по реке расстелился туман, в котором спрятались даже отдельные вершины гряды Соколих и Жигулёвских гор. Детей отправили в каюты, а пароход стал на якорь. Утро следующего дня было ясным и солнечным. Зелёные берега были умыты росой, а на поверхности Волги дрожали и колыхались, играя и искрять на солнце миллиарды золотых блёсток. Проснувшись рано, ребята шумно купались, и их голоса звонко оглашали воздух. Верук Лёшка, случайно оглянувшись назад, в секунду сбросил с себя штаны и рубашку и не успели кругом опомниться, как он был уже за бортом, успев крикнуть на ходу. Тонет! Ребята пионерского отряда номер 28 только что закончили играть в волейбол и баскетбол. Все ребята начали собираться перед амбулаторией детского городка. Гарнист сыграл на сбор. Услышав сигнал, ребята быстро построились в шеренге. Отсюда они должны были вместе спуститься к пристани на барбушной поляне и вместе с друзьями из дома отдыха водников устроить катание на лодках до красной глинки. Все были веселы и заранее предвкушали замечательную прогулку. Но не успел вожатый отряда скомандовать смирно, как из-за поворота появился взволнованный Митя. Он тряс газетой, которую держал в руках. «Здесь! Здесь! Нашелся!» – кричал он. «Что за безобразие!» – возмутился вожатый нарушением дисциплины. «А еще вожатый звена тоже мне!» «Лешка! Вот здесь! Жив-здоров! Про него в газете пишут!» – кричал Митя. И, развернув волжскую коммуну, прочел, что Лешка недавно взят на воспитание директором завода товарищем Самохваловым. А также, проявив чудеса смекалки и наблюдательности, сумел открыть месторождение меди между Самарой и Оренбургом. Мы – юные, крепкие ленинцы. Растем мы на смену отцов. В груди у нас бьется и пенится железная удаль бойцов. С вами был Михаил Перепелкин.